Адаптация людей с ограниченными возможностями в общество начинается с создания безбарьерной среды. Особенно актуально этот вопрос стоит в специализированных учреждениях образования, воспитанникам и учащимся которых сложно передвигаться по этажам. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА эта проблема теперь решена полностью. Благодаря финансовой поддержке городской администрации здесь установлен лифт для особенных деток. У нас существуют программы по той же безбарьерной среде, в которой мы выполняем. В этом направлении работают все службы города. Это не только точечные профильные учреждения, на которые мы обращаем внимание. Это в целом работает и система ЖКХ города. Мы видим, что по безбарьерной среде это те же бордюры с низким ходом, которые совпадают с проезжей частью. Это наши звуковые светофоры, это наш общественный транспорт с низкой платформой, которая позволяет попасть более легким способом в общественный транспорт. Это остановки. Во всех мы видим учреждениях здравоохранения, сейчас образование. Мы стараемся использовать всю безбарьерную среду, чтобы она была везде. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Веды воспитывается 145 детей от самых маленьких и до 18 лет. Заболевания у ребят самые разные. Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, психофизические особенности, сложные диагнозы. И родителям, родеющим за здоровье своих детей при активном их росте, сложно перемещать их с этажа на этаж по лестнице. Лифт для Веды – поистине королевский подарок. Это замечательный подарок, и для нас он настолько важен, потому что он создает безбарьерную доступную среду нашим ребятам, потому что наши дети, большинство из них – это дети с ограничениями в передвижении. И для них, и для родителей это, конечно, большое будет облегчение и большая поддержка. Процесс строительства лифта – это был процесс не одного года. Хочется отметить хорошую работу проектировщиков города Бреста и строителей, потому что переспособить лифт уже в действующее здание – это не так просто. Поэтому была проделана большая колоссальная работа проектировщиками по изучению самого устройства лифта в городе Бресте. И вы знаете, сейчас уже по итогам выполненных работ можно сказать, что работа сделана на отлично. На отлично она сделана потому, что человек, родитель с коляской, с ребенком, придя сюда, ему не нужно думать, как подняться, зайти в фойе. То есть они могут сразу же зайти в лифт, подняться на первый этаж, соответственно, потом на второй этаж и в обратном направлении. То есть это уже говорит об определенном, правильном сделанном решении. Давно ожидаемый коллективом и воспитанниками учреждения «Ведалифт» – очень удобный, просторный, светлый. Теперь дети и родители смогут без проблем перемещаться в необходимые им кабинеты, расположенные на разных этажах. Мы живем уже в 21 веке. У нас меняются технологии, у нас появляется новое оборудование. На первом этаже, как нам было раньше удобно, разместить все невозможно. Что-то у нас приносится на второй этаж. И завести каждого ребенка, особенно с тяжелых детей, у нас есть дети с ДЦП, например, их мы на себе не занесем никак. А вот с помощью лифта мы можем спокойно передвигаться. Мы можем и в физкультурный зал, и вот сюда вот в раннюю диагностику заходить. Так что нам это очень было необходимо, мы очень рады. Ребенок не маленький, вот бывает до 15 килограмм и выше, мама, как правило, больше 3 килограммов носить нельзя. И поднимая каждый раз по лестнице, это отзывается определенным проблемам в спине и во всем общем организме. И после того, как мама принесет, она еще целый час после этого может просто восстанавливаться, делая упражнения дома. Спасибо большое нашему Брестскому администрации за то, что у нас сейчас есть лифт, за то, что возможность есть подниматься с коляской, с ребенком на руках, в общем, но без лишних проблем. Помимо лифта, стройтрест номер 8 при поддержке городских властей сделали косметический ремонт в двух помещениях центра – в массажном кабинете и в кабинете ранней помощи. Справились брестские строители всего за три месяца, даже несмотря на то, что проект был действительно сложным и нужно было предусмотреть все до мелочей. Работы на данном объекте начались 14 октября прошлого года и уже объект был полностью введен в эксплуатацию, законченный 13-го, наказанного старого нового года. А открытие происходит сегодня, светлый праздник и крещение Господне, и затраты в целом по объекту составили 425,5 тысяч рублей, потому что здесь устройство лифта было выполнено, также внутри часть помещения тоже были приведены в соответствующий вид для того, чтобы были комфортные условия для деток. Совсем недавно в Бресте открылся обновленный корпус областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сегодня подарок центру Веда именно такие дела говорят о том, что государство проявляет заботу о детях, что все они нужны стране.